Появившиеся более 120 лет назад конкурсы красоты сегодня все так же популярны. Самых-самых из числа представительниц прекрасного пола выбирает среди студенток, сотрудниц офисов и предприятий, а также среди этнических групп. В нашем городе всевозможный мисс проходит едва ли не каждую неделю. Один из последних – конкурс мисс «Восточная красавица». Восточный акцент – это самое главное в этом мероприятии. Все девушки-участницы в первый раз участвуют в этом мероприятии, поэтому, конечно, волнуются. Но старались весь месяц, весь месяц активно работали, очень много репетировали. И, думаю, сегодня мы будем с вами свидетелями очень красивого праздника красоты и Востока. Восточная девушка, наверное, отличает от другой девушки. Ее покорность, ее хитрость, ее умение сглаживать конфликты. Ну, Восточная красавица, конечно же, это скромная девушка. Всегда ее отличает воспитанность. И, мне кажется, не кричащая красота. Это вот все-таки не европейский стиль, а именно такой некий закрытый, завуалированный. Но она готова раскрываться именно в кругу близких ей людей. Восточная красота – это то, что у девушки внутри, какая у нее душа, как ее воспитали родители. Это соблюдение традиций. Я считаю, что Восточная девушка – она, прежде всего, символ чистоты, верности. Это нечто таинственное, чарующее. Задачи конкурсов красоты также существуют на нескольких уровнях – от эстетического удовольствия до проблем мирового масштаба. Целью является укрепление межнационального и нежрегионального сотрудничества между народами, наверное, нашей области и общей России. Поскольку победа в конкурсе не гарантирует особой известности, стремительного карьерного роста, автомобилей и других дорогостоящих призов, значит, по большому счету, не так уж и важно, кто занял первое место. Как чаще всего бывает в подобных случаях, конкурсантки получают положительные эмоции от общения и бесценный опыт выступлений перед большой аудиторией. Продолжение следует...